Дорогие друзья, всем привет! Меня зовут Влада и я рада вас приветствовать на своем новом видео. Сегодня я вам покажу кучу косметики. Косметики для волос, косметики для лица, декоративной косметики. И просто назову это видео большая распаковка, потому что все, что я вам сегодня покажу, я купила недавно. У меня был какой-то забег на магазин. Как обычно, мне ничего не нужно, но я ушла с пакетом. Как обычно у нас у девочек, это все бывает. Начну я с продуктов для волос. Во-первых, я очень люблю ухаживать за своими волосами. Мне кажется, я перепробовала кучу разных средств. И я блондинка. Блондинка с длинными волосами, которая чего только не имела на своей голове. И обломавшиеся волосы, и длинные волосы. Это блонд. Я стараюсь за ним ухаживать. Я очень много люблю тестировать разных средств. Опять же, я консультируюсь со своим мастером. И сейчас я приобрела для себя новый шампунь и кондиционер. Это бренд Орибы. Сразу говорю, бренд небюджетный. Я долго смотрела на эти шампуни за 8-9 тысяч. И я думаю, кто это все покупает. Но вот захотелось мне себя порадовать именно вот такими дорогими шампунями и кондиционерами. Приобрела я их не потому, что они какие-то дорогие, распиаренные, а потому, что у этой линейки Gold Last очень хорошие отзывы. Я их еще не пробовала. Шампунь и кондиционер заявляют, что это интенсивное восстановление волос, тщательное промывание волос. Не утяжеляет. За такую стоимость шампунь и кондиционер должны мне не только голову помыть, но еще и песенку спеть. Короче, я на них возлагаю большие надежды. Отзывы об этих продуктах прекрасны. Если у вас есть свои отзывы, обязательно пишите мне в комментариях. Я буду их пробовать. Следующий товар для волос, который я приобрела впервые, это вот такой оттеночный бальзам от бренда Kevin Murphy. Этот бальзам предназначен для блондинок, чтобы нейтрализовать желтизну. У меня волосы склонны к желтизне, потому что мой натуральный, так сказать, пигмент, он достаточно желтый, даже, можно сказать, оранжевый. Я спасаюсь тонировками между покрасками волос. Я хочу все-таки поддерживать холодный оттенок своих волос, а не желтый какой-то оранжевый. Поэтому я предпочитаю пользоваться не оттеночными шампунями, которые больше сушат волосы, а именно оттеночными бальзамами. И вот я впервые решила приобрести от Kevin Murphy. Я уже им попользовалась один раз. И что могу сказать? Если раньше мои оттеночные бальзамы, их нужно было держать на волосах не так долго, например, там, минуту, три минуты, то этот оттеночный бальзам, у него не такой насыщенный пигмент. И чтобы вы увидели результат, что у вас волосы перестали быть желтыми, его на волосах нужно держать от 10 минут. Буду дальше пробовать. Следующий продукт, который я вам сейчас покажу, это нашумевший продукт среди восстановления волос, среди ухода за волосами. Мне кажется, эта баночка не нуждается в представлении. Это маска К18, несмываемый уход для волос. Эта баночка у меня вторая. Я им пользуюсь раз в неделю после того, как я помою волосы. Кондиционером я не пользуюсь. То есть я помыла волосы. Наношу раз в неделю пару капель К18. Растираю между ладоней. И наношу. 4 минуты ожидаю. Потом расчесываю волосы. И как бы вот, несмываемый уход. Много разных отзывов про данный продукт. Кто-то говорит, что он пересушивает волосы. Кто-то говорит, что после этой маски у них обломались волосы. А кто-то поет о до любви этой маски. Так вот, я пока что на нейтральной стороне. Я пользуюсь этим продуктом уже месяц. У меня было уже где-то 4-5 использований. Результат от этой маски, как заявляют производители, мы можем увидеть только после 6-7 применения. Поэтому я еще в процессе. Не могу сформировать какой-то свой отзыв об этом продукте. Но если он у вас имеется, обязательно пишите мне в комментариях. Потому что я пока что соу-соу. Следующий продукт, если честно, я такой никогда не пробовала. Тоже продукт для волос. Это спрей для корней от бренда Оребе. Вы могли бы, наверное, подумать, что это какой-то сухой шампунь. Либо текстуризатор, либо для объема корней. Но нет. Этот малыш предназначен для того, что если я блондинка, и у меня отрастают корни. Вот, например, сейчас у меня уже немного отрастают корни. То якобы этот спрей поможет мне их немного освежить. Я им не пользовалась. Честно, я боюсь. Спрей-корректор цвета для корней волос. То есть якобы этот спрей дает мне цвет. Не знаю, правда, какой. Может быть, он будет слишком желтый. Не знаю. Мгновенно закрашивает корни и седину, оживляет цвет волос в перерывах между окрашиваниями. В перерывах между окрашиваниями. Ага. А давайте я сейчас вместе с вами его и протестирую. Страшно ведь? Ах. Если я стану желтым каким-то цыпленком, простите. Итак, давайте нанесем прям вот сюда. Я взболтала. Я боюсь. Окей. Аромат очень приятный. А что поменялось? Давайте, знаете, нанесу я вот куда-нибудь сюда вовнутрь. Ах. Я сейчас увидела. Вы видите? Ах. У меня корни прям посветлели. Но я пока не могу понять, они у меня пожелтели. Либо они смешались с моим... Ах. Ладно. Потом буду пробовать. Ну, короче, вот такая у меня покупочка интересная. С продуктами для волос я закончила. Давайте я вам сейчас покажу декоративную косметику, которую я себе приобрела. Начну я со своей огромной любви. Этот продукт я покупаю уже раз с седьмой, потому что я не могу найти достойных аналогов. Да и зачем их искать, если можно просто покупать его? Это моя самая любимая тушь для ресниц от бренда KIKO, которая называется Maxi Mod. Для меня эта тушь самая лучшая. Сейчас у меня ресницы накрашены данной тушью. И вообще каждый день, каждое видео, которое вы видите у меня на ютубе, в запрещенной соцсети, вообще везде-везде, глаза у меня накрашены этой тушью. Я пробовала много разных тушей. Я, кстати, люблю туши от Vivienne Sabo Cabaret. Она мне тоже подходит. Но здесь мне очень нравится щеточка. Я люблю вот такую маленькую щетку, которой ты сможешь прокрасить каждую ресничку и сделать прям такой классный объем. Я люблю эффектные ресницы. Я люблю кукольные ресницы. Эта тушь справляется с моими, так сказать, запросами идеально. Я ее купила в седьмой раз. Следующее, что я вам покажу, это мой новый тональный крем. Сейчас люди, которые смотрят меня давно, наверное, удивятся, потому что я свой тональный крем не меняла, но последний год-полтора. Я всю жизнь, всю жизнь, год-полтора пользуюсь тональным кремом от Estee Lauder Double Wear. Мне очень нравится его плотность. Мне нравится, что у него матовый финиш. Я захотела что-то легкое, невесомое, в то же время, что сможет перекрыть мои какие-то несовершенства. Я приобрела вот такой тональный крем от бренда Chic. Называется Perfect Liquid Foundation. Этот крем я сначала протестировала у подруги, поэтому я его не купила вслепую. Я даже и оттенок уже как бы подобрала. Взяла как у подруги, потому что мне подошло. Покрытие средней плотности. В то же время у него такой влажный бархатный финиш. И также он перекрывает все несовершенства. Это прям для меня. Поэтому советую присмотреться к такому тональному крему. Вам хочу, да, показывать. А я тут извазюкала. Надо все почистить. Ой, это я икнула. Мама вспоминает. Идем дальше. После тонального крема что мы наносим на свое лицо? Правильно, консилер. И сейчас я вам покажу сразу два консилера, которые я приобрела. Это консилер от бренда Chic. Он мне тоже очень понравился, как и тональный крем. Но он достаточно легкий. Он не перекрывает прям так сильно синячок. Я раньше просто всегда пользовалась более плотными текстурами. А тут он прям такой вот очень-очень легкий. Но мне очень понравился цвет. Такой прям беленький. Можно высветлять зоны какие-то. И следующий консилер, который я вам покажу, это консилер от бренда Clorance, который называется Everlasting Concealer. Этот малыш очень плотный консилер по перекрываемости. Достаточно прям маленькой капельки. И ты можешь эту капельку распределить по всему лицу. Замазать тебе все, что угодно. И будет держаться просто превосходно. Я уже протестировала этот консилер. И знаете, я какой минус нашла? Я увидела, что он подчеркивает какие-то небольшие морщинки под глазами. У меня с другими консилерами такого не было. Да, он перекрывает круто, но он слегка проваливается. Буду думать, как его дальше использовать. Может быть, под какой-то другой крем, под сыворотку какую-то, чтобы ничего не проваливалось. Но делюсь с вами, как есть. Но степень покрытия мне нравится. И цвет у меня, знаете, какой? Цвет у меня 00. Very light. Вы можете подумать, что я амбассадор бренда Chic. Но нет, так получилось, что с этим брендом я начала знакомиться не так давно. Раньше я как-то присматривалась. Сейчас я уже покупаю тональный крем, консилер. И купила вот такие кремовые, румяные кремовые скульптор. Вообще, к кремовым текстурам в плане контуринга я отношусь как-то скептически. Потому что то ли у меня не было всегда правильной кисти. То ли у меня под руками были какие-то неправильные продукты. То ли техника нанесения не та. Ну, короче, у меня образовывались какие-то пятна. Мне не нравилось, как это все выглядит. Какая-то грязь создавалась. Но за последнее время я полюбила кремовые текстуры на себе. Я научилась, я приноровилась. Теперь я люблю кремовые румяшки, кремовые скульпторы, кремовые хайлайтеры. У меня достаточно много разных от разных брендов. И от бренда Chic тоже они очень популярны. Конечно, мне нужно. Если они популярны, я хочу попробовать. Я взяла себе скульптор в оттенке 01 и румяна в оттенке 04. Я их еще не пробовала. Поэтому буду тестировать. Смотреть, как они ложатся на коже. Смотреть, как они растушевываются. Я все-таки с такими вещами очень аккуратна. Но буду играться. Буду смотреть. И все. Моя распаковка закончилась. Я показала вам все продукты, которые приобрела. Буду их тестировать. Буду их пробовать. Буду ждать ваши отзывы, если вы что-то любите. Или вы наоборот что-то не любите. Я всегда все читаю. И благодарю вас за активность. Увидимся в новом видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok